Кандидат в президенты Пётр Порошенко пошёл в народ. Начал тур с Житомирщины. Как его там встретили и о чём говорил политик в следующем сюжете. Инспекторы ГАИС, милиция, местное руководство и жители городка. Для небольшого Малина приезд политика уже событие. Кто-то пришёл с вопросами, кто-то просто посмотреть. Я ничего не буду пытаться, я хочу побачить её. Одни вспоминают конфеты Порошенко, другие на сладкую жизнь. Конфеты добрые робите. Анна Лики, Лики дорожает. Что это пенсия 900 гривен, за что жить? Газ дорожает. Как потом жить? Пенсию отдай за газ, за отопление, всё. Нам трошки треба людям потерпеть и не быть жвавыми крепко вскрыть. И не починать, что уже те и не в годы, и те. За месяц нам ничего никто не сделает. А треба трохи потерпеть. А то уже та влада не нравится, та не нравится, та. Всё будет добре, Порошенко и всё. В местном актовом зале для встречи всё готово. Тем, кто забыл о делах Порошенко, показывают вот это. Спустя пару минут выходит и сам кандидат. К нему куча бытовых вопросов. Но главное о его отношениях с олигархами сейчас и в будущем. Всех, кого вы назвали, есть монополисты, которые используют тиск державы для собственного сборачивания. Я со всеми ними встречусь. Каждому попереду. Хочете работать в Украине? Прошу тоже. В честном мере. То, что вы делали раньше, на этом прекращается. Потом Порошенко поехал на завод в Новоград-Волынском. Разговор с рабочими более предметной людей больше интересует. Развитие предприятий, новые рабочие места, цены на газ и что будет с гривной. Спрашивают люди и о Донецке с Луганском. А тем, у кого пустые декларации, выдвинул требования. Кандидат уверен, к союзу Порошенко-Кличко присоединятся новые политики. Правда, кто именно, пока интрига. Мне очень хотелось, чтобы не раскладывали все камни в разные корзины. Просто выключалось и публично, открыто про это заявляли. Житомир и область – первый регион, куда поехал Порошенко. Завтра он в Ривне, потом на Востоке. Екатерина Лысенко, Евгений Каминский. Подробности – телеканал «Интер». Субтитры создавал DimaTorzok